представляете это свершилось следите за своим другом представляете это свершилось мою банку с безымянным содержимого там уже не было потому что я съела приехали курские клиенты вот мы с вами шутили шутили иностранцы куплю вашу банку поэтому как шутит мой психолог у меня есть дар продать все что угодно продавать банки пластиковые даже неровно обрезанные короче надо умудриться поэтому сейчас будет у меня новая банка сюда мы сейчас насыпем безымянного главное не засрать все в комнате потому что я сегодня такую генеральную горку блин опять черные спортивные штаны ну зачем их постоянно деваю а самый прикол знаете в чем из этого пакета все маленькие сладкие кусочки упали и сверху лежат удобненько волосы сюда у меня сегодня будет на алик спит в кроватке милан с игорем уехали к маме игре безымянно не ела сколько дней с последнего видео пила одно там обезболивающее его лучше не сочетать ни с какими экстремальными десертами такими как мел поэтому тепла мы только приехали от наших новых людей а говорю новых друзей а у меня у самой язык не поворачивается не потому что я там дружбу не верю не потому что не потому что что-то в этом слове меня напрягает а я просто была приверженцем того что с годами блин как все красиво у меня стоит господи прям я дошла навела там такой порядок на полочках прям любо-дорого смотреть лирическую спину что у нас с годами друзей должен становиться больше это закон жизни с каждым годом жизнь ее сложное течение забирают у нас близких не эквиваленте смерти а вы говорите того что разгоне расходятся взгляды расходятся ценности кто-то богатеет идет дальше кто-то беднеет и люди мы не смогут уже комфортно существовать да в рамках друзей когда-то там нищие там супер богатый за дарами мы теряем где кто-то только притворялся твоим другом из годами показывает свое истинное обличие или например вот у меня до замужества были одни интересы там вкуса ценности после рождения детей я стала вообще кардинально другой я не могу продолжать общаться с теми девчонками которые остались там незамужними бездетными ну вы понимаете что я говорю крайне редко можно оставаться друзьями при том что ваши пути кардинально разнятся то есть ну вот как я говорю замужние замужние детьми бездетные и так далее это я к чему говорю про друзей наших новых друзей я говорю и моему мозгу даже эту информацию сложно принимать потому что вот у меня мой там определенный стержень незримый внутри меня он даже живет по той же самой схеме что мы теряем друзей близких родных с годами а новых приобрести в ну в опытном возрасте сложнее ты уже чувствуешь человеческую натуру ты уже понимаешь что кто-то где-то хитрит кто-то где-то лукавит тебя не так сложно наебать из-за незаваржения у нас и говорим сейчас такой момент что мы обзаводимся прикиньте новыми друзьями и когда я говорю друзья не в том дело что я сомневаюсь в дружбе это будет сейчас уникально звучать что я не верю в какие-то там приметы признаки я не суеверно но я вот не хочу сглазить не хочу сглазить и чтобы те люди в ранге которых я считаю свои действительно частью своей семьи своими новыми друзьями ну вот остались в ней мне так хочется поэтому с такой опаской говорю что новых друзей чтобы не накликать беду ни на какой чтоб это все действительно сохранилось в таком формате в котором есть сейчас узнаете с годами для меня стало важно уделять больше внимания тем людям с которыми мне комфортно которые смотрятся на одну сторону поставлю много мне так комфортно сидеть в спортивных штанах которые даже могут как бы не разделять моих взглядов там касаемо там их взаимоотношения с детьми там с мужем но делать настолько настолько лаконично что я все равно косвенно буду прислушиваться к их мнению с годами я это начинаю сильнее ценить так вот мы сейчас приехали от наших тайных друзей и они живут в таком живописном месте где мы хотим купить дом боже слышал у них с порожков из дома сосны мои любимые сосны я обожаю мечта жить в соснах и над ними вот такая здоровенная полная круглая светлая чистая луна говорю о основе мурашки прям бегают так красиво еще опять я говорил игорь нужно стремиться купить как больше недвижимости как можно больше недвижимости в москве там это будущее это столица у нас есть эта квартира которая стоит закрытым ее не сдаем в подмосковье я так горела купить эту первую квартиру я знала что мы с этим купим вторую мне туда вообще не влечет прикиньте какие коррективы может нести жизнь и я говорю о том что хочу дом я хочу хозяйство это просто пиздец что ты сейчас говоришь катя но это так ну хозяйство мне засраться среди наоза кур лошадей это очень памятник поставить людям которые все это вытягивают ну то есть элементарного какого-то не знаю там вольер собакой может быть каких-то там перепелок ну вот это меня начинает короче влечь ввлекать старость наверное старость эти сосны самого детства они меня влекут они где-то такие для меня таинственные непередаваемо красивые великие могущественные не знаю купим мы там дом или нет там очень дорого очень дорого будет строиться там участки дорогие это ну я не побоюсь не побоюсь того что сказать что там ну как бы там же от элита города там так красиво просто было бы здорово знаете там проходит 4-5 месяцев я пересматриваю свои вот эти разговорные болтающие видео и ностальгирую вместе с вами уже в этом доме вот в этом вот этой деревушке где мы хотим купить было бы круто вот сила youtube потом пересматривать и понимать что а я тогда была права я мечтала и вот так все получилось а я начинаю ходить себя думать о том как это будет планировать какой должен быть дом какой должен ну это реально круто мне хочется действительно но не маленькая семья два ребенка хочется чтобы было всем комфортно у каждого был свой угол даже 100 квадратов квартира на метод не прельщает еще нет было на сейчас есть возможность купить квартиру на море не продавать эту квартиру купить еще одну на море но когда я побывала вот в этом живописном месте все у меня как будто пелена на глазах я не хочу пока не море не дом там ничего не квартиру я такой человек по жизни достигатор я хочу достигать и вижу желаемое мне нужно достичь этого как это было с мужчинами когда я понимала что там какой-то старшеклассник мне нравится я должна была соответствовать я должна была произвести впечатление чтобы обратить его на себя его внимание так это было с работой я каждый день каждый день каждый месяц сажусь писать план на следующий месяц сколько нужно продать в идеале еще перевыполнить план я кручусь вы меня просите я немножко в мостях об этом доме такая взволнованная так и с домом эта цель мне не дает сейчас сосредоточиться ни на чем кроме этого дома я сплю и вижу как мы и моя семья там находимся вам тоже по-любому понравится это просто мечта как там красиво и ванны я себе конечно опять не взяла блин а почему такая заключила блин реально интересно посмотреть и помечу себе какой-то галочка этот выпуск о том что что будет в будущем сбудется это дома не сбудется нам нужно минимум миллионов 12 это дороже чем наша квартира по москве так все я хочу больше грузится цель реально надо ее достигать радоваться выйти к вам с хорошей новостью сказать что все мы все смогли вы молодцы забудем пока на время об этом сказала мы с вами все равно там так ладно я доедаю ребятушки на самом деле я сегодня очень рада что у меня прошло воскресенье без спешки я насладилась своим складом вот этими делались порядок каждый кусочек мела господи как я его люблю каждый кусочек глинки я там очищала укладывала в эти колбочки в эти коробочки все поставила все подписала я же говорю любо-дорого вот здесь особенно вот у меня прям на этой полке на этом стилаже порядок прям такой ходит так прям и манит заняться работой потому что все так сосредоточено красиво без спешки семейный день такой вот друзьям съездили порядком на самом деле жизнь такая прекрасная даже в мелочах она прекрасна вот ну в чем счастье копаться в пыли меловой вот с другой стороны да но не порядок ну не великое счастье не знаете не в монако съездить блин ну это тоже круто это определенный спектр эмоций и мелочь приносит действительно позитив положительные эмоции поэтому наверное давайте я закончу сейчас кусочек слим и хочу пожелать вам вот в этих мелочах и и это нашей жизни проходит так она вся состоит из этих мелочей поэтому не печальтесь и замечайте эти мелочи и по-любому вы будете счастливы обращайте внимание на вот такие какие-то малюсенькие тонкости кстати за счету своего склада еще темники которые мне пишут ой фу какая-то прям брезгливость появилась что за стены обшарпанные почему так что за сарай там не пишут ребят бля ну не транслируйте мне пожалуйста свою глупость пожалуйста я вас умоляю я понимаю что всем мил не будешь но немножко включайте голову если стены обшарпаны это не значит что это еще в принципе блин ничего не значит вот я пытаюсь даже подумать как они у меня сразу ассоциативный ряд рушится потому что ну это неправильно так нельзя эта комната миловая вы понимаете ценность всего того что здесь никто я просто знаю как ряд продавцов продают там к ним приходят в гости они живут в однушке у них там имела не кальян там курят не знаю там и шумные компании прочие прочие животными живут в этой кубер у нас нет животных домашних в эту комнату только под моим присмотром когда мы снимаем видео заходят дети здесь нет вообще ничего постороннего здесь комната полностью подустроена под мел ни одушек ни порошков не вещи не сушатся она не желая эта комната не желая уже только вдумайтесь знаете с какого года мям-ням-ням-ням-ням-ням-ням из 19-го до 19-го года мы просто сейчас в ней затеяли ремонт кто еще не в курсе мы обыдрали старые обои загрунтовали стены у нас куплена строительная всякая вот эта лобуда у нас пол новый мы его полностью выровняли выстили новым линолеумом нам пол вошелся по-моему тысяч только в 12 если не больше наверное уже с поднятием цен наверное во все 15 то есть я не сижу в какой-то хибаре да и на меня даже срухнут своды потолок и стены нет просто мы делали здесь начали ремонт и временно это становилось почему потому что мы не знаем может мы в дом переедем я просто сложу сюда там не знаю 50 70 тысяч зачем если мне уже нужно будет вкладываться в помещение в доме до чтобы вас радовать у меня там мое помещение под мел туда переедет поэтому не огорчайте меня такими поверхностями своими суждениями в этой комнате пол моется чаще я не побоюсь этого слова чем у большинства жителей россии не в меловых каких-то помещениях в принципе во всей квартире сюда моющий пылесос заезжает роботы все вымывает поэтому не надо мне ваши вот эти неоправданные стереотипы переписывать не только ваша проблема что там вам кажется они прям гордость моя жемчужина моя любовь я реально каждый кусок мелок я люблю когда я их особенно фасу раскладываю мне муж говорит это вообще-то как со своими детьми с ними это точно это точно болезнь так что следите за своим языком я доела монтирую и выкладываю